Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас видео будет по многочисленным запросам, вопросам, просьбам, предложениям. Макияж, потому что я захотела, с одной стороны, показать вам свой очень простой и легкий летний макияж, хотя, в принципе, он по оттенкам даже осенью будет очень шикарно смотреться, а у нас уже такая погода в Питере, что осень где-то не за горами. И с другой стороны были запросы на макияж, поэтому выполняю с радостью. Собираемся со мной, потому что просто хочу с вами поболтать, расслабиться, показать макияж. Будем затягивать, всем желаю приятного просмотра. В общем-то, лицо у меня и брови уже готовы, я вам прикреплю сюда обязательно видео с моей тональной основы, с моим затестом, любимой летней тональной основы Guerlain Baby Glow, и также с моей коррекцией бровей, которые я сюда решила не включать. Делаем лицо, я сейчас буду с помощью бронзера от Мак, который тоже вам показывала, был у меня в летней косметичке, видео тоже вам прикреплю. Это Aphrodite Shell оттенок Extra Dimension Bronzer, это лимитка была прошлого года. Вот, мне очень нравится, какую-то скульптуру серьезную я делать не буду, я просто подчеркну немного рельеф лица, так как лето. Чуть-чуть прибавлю отдохнувшего вида свежести какой-то, на чуть-чуть вот по скулам. Далее у меня будет румяна от Revlon, это оттенок 02 Blush & Berry, абсолютно такой нейтрально-холодный розовый, даже розовым бы, наверное, я его не назвала, но мне вот именно он сегодня и нужен. Далее мы возвращаемся к бронзеру и берем вот такую вот пушистую растушевочную кисть, набираем на нее бронзер, начинаем прорисовывать складку века чуть выше, чем она есть на самом деле. Собственно, это такой достаточно модный нынче прием. По нижней границе тоже растушевать. Далее берем любой базовый, незатейливый, светлый оттенок, у меня будет этот розовый из палетки Трахаликар, который я тоже неоднократно вам показывала, и наносим на века. Просто, чтобы легко было потом растушевать нам картинку нашу. Нужно сразу выделить слегка уголок глаза белым оттенком, какой-то очень-очень цвет. Далее берем черный карандаш и рисуем межрестичную стрелочку. Все очень-очень просто. И у внешнего края выводим более или менее адекватную стрелку. На одну треть у вас эта стрелка должна выходить за противоглаза, выходить на подвижный век. Далее берем плоскую кисть и также коричневый оттенок. Я беру также с палетки Трахаликар вот этот коричневый баклажанный оттенок. И с помощью него мы растушевываем наши стрелки импровизированные. Так, стараемся растушевать немного вот эту вот стрелку в уголке глаза. Я беру 217 мак, стараюсь проработать уголок. Далее выводим чуть-чуть на нижнее веко коричневый. Чуть-чуть совсем в углу мы заводим нашу растушевку. И далее берем любые яркие оттенки. Я выбираю под блузку. Собственно, поэтому первый оттенок мой будет вот этот вот. Я даже не знаю, как его назвать. Это оттенок теней Inglot. Постараюсь вам найти номер, хотя лет 100 уже прошло с того момента, как я его покупала. Вбивающими движениями вбиваем по нижнему веку. Это на две трети глаза. Вбиваем этот оттенок. И далее берем еще один оттенок. Я беру вот этот бордовый из палетки Трафальгар. Вы понимаете, если вы используете эти же оттенки, как и у меня, то вам нужно, конечно, аккуратно с ними быть. Потому что если у вас глаза будут уставшие, красные, то данные оттенки усугубят ситуацию. Дабы не прослыть заслуженным вампиром в Сея Руси, мы покрываем еще раз первым нашим оттенком сверху наш такой бордовый оттенок. Иначе будет реальный эффект слегка. И хорошо так все это стушевываем. Просто если оттенки эти не смешать, будет реальный эффект слегка вампирских глаз. Прорисовываем водную линию. Берем тушь свою любимую. У меня это будет гирленд тушь, который уже тоже показывала вам. Макияж глаз у нас готов, осталась помада. Я буду использовать Monika, Monika Natural. Уже снимала видео о моих любимых самых нейтральных помадах. Это у меня самая-самая любимая нейтральная помада, нюдовая. Будем ее наносить даже без карандаша. Я не хочу вообще никакого акцента на губы делать. Вот такой образ у нас получился. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, носите ли вы яркие макияжи сейчас, летом, днем. Все, всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео. До скорой встречи.